Веками в еврейской среде это было неописанным законом. На родителях лежала ответственность устройства брачных вопросов их детей. Евреи говорили, что решение такого важного вопроса, как вопрос брака, никак нельзя доверить непостоянным в своих чувствах подросткам. Может быть, они и правы, но что касается меня, то я предпочел самостоятельно избрать себе жену. Поэтому я не предлагаю, чтобы все мы возвратились к этому методу, решая вопросы семейной жизни. Однако очевидным остается факт, что в настоящее время существует множество неудачных, несчастливых браков. По-моему, одна из главных причин несчастливой брачной жизни заключается в том, что одна из сторон, или муж, или жена, не является истинными христианами. Кажется, что не существует большей боли, чем отсутствие единства в результате неравноправной связи двух людей, верующего с неверующим. Возможно, что вы уверовали, будучи уже семейным человеком. От этого острота сердечной боли не становится менее реальной. Что же делать? Страдать безмолвно? Оставить свою супругу или супруга, когда положение станет невыносимым? Или день и ночь проповедовать, призывая к покаянию? А может быть, просто-напросто сдаться? Нет, все это не выход из положения. Существуют способы, которые намного положительнее и эффективнее в разрешении этой очень сложной ситуации. Давайте сегодня вместе остановимся на некоторых принципах, следуя которым вы сможете свидетельствовать вашему неспасенному мужу или жене, чтобы обрести их для Господа. В первую очередь мы обращаемся к женщинам, по той простой причине, что чаще всего встречаются семьи, в которых неверующая сторона – это мужья. Но даже если нас слушают мужья, имеющие неверующих жен, хотим сказать, что это общие принципы, они применимы и в таких случаях. Дорогая сестра в Господе, если ваш муж не спасен, хотите ли вы приобрести его для Господа? Мы хотим предложить вам несколько советов, которые укрепят ваше свидетельство в семье. Во-первых, не забывайте, что тон вашего голоса так же важен, как и смысл сказанных вами слов. Интонации, выражения вашего лица, жесты часто могут передать больше, чем ваши слова. Каждый раз, разговаривая с кем-либо, в действительности вы одновременно говорите на двух языках. Один язык – это язык ваших слов, например, русский. Другой язык – это язык ваших чувств, ваше отношение, которое кроется за словами. Очень часто эти два языка резко противоречат друг другу. Когда подобное случается, язык ваших чувств обесценивает сказанное словами. Такая формулировка может показаться сложной, но в действительности это означает, что в разговоре с вашим мужем чувство, выраженное по отношению к нему, производит больше впечатления, чем сказанные вами слова. Не кажется ли вам порой, что сказанные слова никак не воспринимаются? Библия предлагает выход из подобного затруднения. Говорите с любовью. Апостол Павел говорит, Так что, во-первых, будьте внимательны к тому, что вы говорите, как вы говорите, и еще следите за тем, когда вы говорите. Это наш следующий принцип. Умейте определять подходящее для разговора время. Будьте чувствительны к Божьему руководству. Бог оставил нам хороший пример точного, правильного выбора времени. В послании Галатам, в четвертой главе мы читаем, Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, чтобы искупить подзаконных. Бог не только делает все правильно, Он также делает все точно по времени. Когда вы научитесь быть чувствительными к Божьей воле, вы будете поражены. Дух Святой обеспечит для вас наиболее подходящую возможность для того, чтобы засвидетельствовать словами. Один мудрый христианин однажды сказал, Всегда свидетельствуйте, а когда необходимо, так же пользуйтесь словами. Мы можем положиться на Божье обетование, данное в книге Экклезиаста. Все соделает Он прекрасным в свое время. Бог имеет свое определенное время и для вас. Всем нам необходимо научиться следовать следующему принципу. Искусству молчать. Знание подходящего времени для разговора – это в то же время и знание того, когда не следует произносить слов. Очень правильные слова, сказанные в неподходящее время, становятся недоброй вестью. Когда ваш муж приходит с работой усталым и голодным, не время жаловаться на то, что он никогда не посещает церковь. Научитесь молчать. Для этого требуется дисциплина. Но такой урок стоит выучить. Так же научитесь слушать. Не просто слушать, а слушать со вниманием. Помните, что сказал об этом Иаков? «Итак, братья мои, возлюбленные, всякий человек, да будет скор на слышание, медленно слова, медленно гнев». Как часто случалось в вашей семье, что вы слышали только первую часть обращенных к вам слов, потому что вместо того, чтобы выслушать до конца, вы уже обдумывали свой ответ. Дайте мужу возможность выразить свои чувства. Может быть, таким образом вы узнаете, что удерживает его от того, чтобы стать христианином. Следующий принцип, который, пожалуй, является самым важным – это ваша примерная христианская жизнь. Жизнь истинного христианина будет вашим наилучшим свидетельством. Библия так говорит об этом. «Так же и вы, жены, поминуйтесь своим мужям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих, без слова, приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязное житие». Основной смысл этого стиха заключается в том, что можно приобрести своего мужа для Христа без многочисленных увешаний. Он увидит Христа в вашей жизни и познает того, кто произвел в вас такую добрую перемену. Я подчеркиваю, добрую перемену – перемену в лучшую сторону. Уподобиться Христу вовсе не значит стать причудливой и странной в своем поведении. Такие перемены вызовут у вашего мужа только неприязнь. Изменения должны быть очевидны и выражены в вашем уравновешенном, продуманном образе жизни, наполненном любовью в терпеливом повиновении мужу. И это нелегкая задача. Хорошо. Допустим, вы научились говорить с любовью. Вы научились правильно определять, когда нужно говорить, а когда лучше помолчать. Вы стали хорошим терпеливым слушателем и всеми силами стараетесь жить жизнью, подобной жизни Иисуса Христа. И во всем этом вы полагаетесь на силу Божию. Но незаметно никаких изменений. Скорее, наоборот, ваш муж становится все более и более неужевчивым. Никогда не сдавайтесь. Я повторяю, никогда не сдавайтесь. Но в чем смысл такой жизни, скажете вы? Я так стараюсь во всем быть женой-христианкой, но ничего от этого не меняется. Вполне естественно ваше желание, чтобы все старания нашли отклик в сердце мужа. Если это произойдет, прекрасно. Но если нет, не сдавайтесь. Ваше истинное стремление заключается не в том, чтобы немедленно в нем произошли перемены. Ваша цель, чтобы однажды, в один из дней, ваш муж стал христианином. Формирование христианских убеждений – это продолжительный процесс. Ваша любовь к мужу и желания его спасения должны быть очень сильными, чтобы ничто не помешало вам терпеливо ожидать. Дайте простор Духу Святому использовать такое количество времени, какое необходимо, чтобы произвести желаемое действие в сердце вашего супруга. Если вы проявите терпение и дадите Духу Святому это время, то вместе с Господом сможете обрести своего мужа для Христа. Духу Святому Они поспорили на сто рублей, что все будет именно так, как он сказал. Около двух часов ночи они всей гурбой валились в дом. Мужина вошел в комнату своей жены, разбудил ее и приказал приготовить пищу. С улыбкой на лице она прошла на кухню и стала готовить. Затем, все так же улыбаясь, она накрыла на стол. Друзья ее мужа не верили своим глазам. Уплатив проигранную сумму, они сделали ей комплимент. Мы поспорили с твоим мужем, что ты не станешь готовить среди ночи. Конечно, мы проспорили, но стоило проиграть, чтобы увидеть это собственными глазами. Как ты смогла сохранить приветливость, имея такого требовательного мужа? Она ответила, я христианка, и я люблю Господа. Я знаю, что мое пребывание здесь очень коротко, и я радуюсь при мысли, что скоро буду с Господом на небе. Мой муж неверующий. Его будущее настолько безнадежно, что я решила, пока он жив, я буду стараться сделать его жизнь как можно приятнее. Сказанное произвело такое впечатление на ее мужа, что неделю спустя он принял Господа. Продолжение следует...